Добрый день, уважаемые преподаватели, студенты и гости нашего праздника. Знайкинда лоуши, лайбин, чинь айды хуншюмен, дача хоу! Рада приветствовать всех нынешнгодных мероприятий, посвященному дню института Камхуцая. Институт Камхуцая ПГУ основан в 2007 году, с вами двух университетов. Пуряского государственного университета и Ченчуниского политехнического университета. На сегодняшний день, Институт Камхуцая ПГУ обеспечивает курсы китайского языка для всех желающих, организует стажировки и обучение, предоставляет конкурсы и олимпиады различного масштаба, конференции и методические семинары, осуществляет издательство деятельности. В filiant 堀大学 английского ученика для потенческих хан, comparta 英語 Israelis study by foreign teachers , группования на центре по religion, host to agree, rol breakfast , er almainese truth. Институт конфуркция ibgu – это международный образовательный центр, который прочно вошел в жизнь в Республике Гулятия и города Воландыр, и играет важную роль в сфере развития образования культуры и туризма между Россией и Китой и способствует росту взаимопонимания между двумя странами. Для приветствового слова и поздравления приглашается ректор Гурятского государственного университета Николай Ильич Мошко. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые студенты. Сегодня действительно праздничный день, очень приятно, что мы уже 11-й год подряд празднуем день Института Конфуция. Действительно, исторически в прошлом году, если кто-то из студентов помнит, театр и балетов празднует десятилетие Института Конфуция, который создан при поддержке Чеченского паритехнического университета Китая и у нас здесь в Бурятском государственном университете. Это, в общем-то, знаковая события. В прошлом году, я не знаю, ребята, а здесь есть кто ездил в этом году в Китай на празднование 69-я Чинчу? Есть, ребята? Нету? Ну, это старшие курсы. Может быть, в следующий раз вы кто-то поедете. Очень хорошая вещь, хорошая стажировка, где наши ребята проходят языковую стажировку. То есть стажировка по единоведению, настолько ведению по истории. Ну, а что касается нашего Института Конфуция, да, он так громко называется, сильный Институт Конфуции. Но, на самом деле, это подразделение, которое очень дружественно работает сегодня с Китайской Народной Республикой. Сегодня, благодаря работе Института Конфуция, работе вообще этой организации, мы смело отправляем наших ребят на стажировку в Китай. Благодаря этой программе мы поддерживаем очень многие проекты, совместно с Китайской Народной Республикой. Это очень хорошо. Я думаю, что в будущем мы будем развивать это направление. Я хотел бы поздравить сегодня наше подразделение Института Конфуция с их днем рождения, днем Института Конфуция. И, конечно, еще раз поздравить, что в прошлом году наше подразделение Института Конфуция стало лучшим Институтом Конфуция в мире. Представляете, это очень уникальный вещь. Давайте поплодируем нашему ребяту. Хотелось бы так держать. На сегодня у вас праздничная программа. Всех вас поздравляем. Желаю вам удачи. Ну и поскольку действительно сегодня Китай – это очень сильно быстро развивающееся государство, но без прямого смысла я могу свое просто даже мнение высказать человек, который периодически попадает в Китай. Ну вот сейчас, когда вы были, я лично был на автомобильном заводе, чуть-чуть на двух автомобильных заводах, посмотрел уровень развития технологий, посмотрел уровень развития лабораторных, научной базы того же Китайского университета, могу сказать, что сегодня Китай развивается очень сильно. И когда рядом находится такой крупный сосед, такой крупный индустриальный торговый партнер, знание культуры, знание языка, знание экономики, торговых отношений, международного права становятся очень важным аспектом для развития межрегиональных и межгосударственных отношений. Поэтому наши ребята, которые занимаются в Восточном институте, занимаются в институте конкурсии, они приобретают необходимые навыки, умения, знания, касающиеся не только языка, но и внутренней ментальности, которая позволяет устраивать внутренний диалог в другой стране. Если вы знаете историю страны, если вы знаете язык этой страны, если вы знаете ментальность и дубовый инскрепт народа, то вам легче устраивать любые международные партнерские торговые отношения. Ну, с праздником, уважаемые институты конкурсии Гурятского государственного университета. Поздравляю! Для приветственного слова и поздравления приглашается проектор по научно-исследовательской работе Гурятского государственного университета Вячеслав Викторович Айин. Добрый день, дорогие друзья! Я поздравляю всех с Днем Института Конкурсии. Институт Конфуция на сегодняшний день является проводником не только культуры и языка, мы расширяем свои связи, и, наверное, будет одно из подразделений, что сейчас Институт Конфуция — это научная связь, о котором говорил у нас товарища. Институт Конфуция, я в прошлом году лично был на презентации, где наш Институт Конфуция стал лучшим в мире Институтов Конфуция, среди десяток, а Институтов Конфуция, больше всего 600 Институтов Конфуция, более чем 100 странах мира. Так что наши, мы должны все выручить в грязном государстве и гордиться, что наш Институт Конфуция лучший в мире. Я всех вас поздравляю с Днём Института Конфуции, которые на сегодняшний день отмечаются в стольких странах, и приветствую, чтобы вы все больше и больше познавали нашего соседа, хорошего, доброжелательного соседа, который является в Китай. Всех с праздником! С приветственного слова приглашается директор Института Конфуция БГУ Лидия Леонидовна Митлошина. В этом зале сегодня собрались у нас люди, наши студенты, которые начали изучать китайский язык. И сегодня к нам пришли ребята, которые начали изучать русский язык, ребята, приехавшие из Китая. Сегодня у нас прекрасная площадка, прекрасный повод для того, чтобы всем подружиться, для того, чтобы действительно учиться друг у друга. И я не буду много говорить, давайте начнем наш праздник, но я бы хотела, чтобы действительно все не стеснялись, все познакомились. Давайте начинать. Скульца все имеем файлла. О, спасибо. Для приветственного слова приглашается заместитель директора Института Конфуция БГУ с китайской стороны, Чао Сю Цент. Возвращение китайский язык. Во-первых, один день в Китае. Во-вторых, один национальный день в Китае. Позвольте мне рассказать вам, как люди в Китае проводят эти праздники. 1 октября 1900 года. 1 октября 1949 года, в день основания Нового Тайя, этот день назывался национальным днем и считается днем рождения КНР. Очень шумно. 69 лет назад именно в этот день в Китае торжественно объявил напашенный тему. Создана Китайская Народная Республика. А это означает, что в Китае суставом научилась демократия единства и независимости. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Александр Сунь-Чинг. Этот парад был проведен в 2005 году. Этот парад был проведен уже в 2009 году. С момента основания КНР в 1849 году по настоящее время были уже 14 национальных военных парадов разного масштаба на каждую пятую и десятую катактину. В 1850 году на КНР проводится церемония поднятия национального плана. Во время праздничных дней люди всех национальности украшают свой дом и отмечают фестиваль. Люди отдыхают на 7 дней на празднице по свободу. С первого по 7 дней. Жи и гонгинчо это означает «золотая веселья». Встречая эту «золотую неделю», китайцы выбирают разные места для путешествия. КНР после проведения курса реформы и открытости по внешнему миру. Китай сильно изменился и добился больших успехов. Подъем присутствующих зданий в новом районе Кунду, город Шанхай. Создание моста Кунду, Чухай могло быстрое развитие высокоскоростного поезда и улучшение уровня жизни. Все это означает, что итальская экономика превошла первый ряд вверх. Итай ему еще хочу подчеркнуть, что в 2013 году «Председатель Си-Дин Кинг век вино новую инициативу для сотрудничества «Один боязнь, один путь» и предоставил новую возможность для развития всестороннего сотрудничества между Китаем и Россией. «Укрепил дружбу между двумя странами». Пользуясь этим случайом, мне хотелось бы понять дальнейшее развитие и больших успехов в институте ухода. С праздником! Спасибо большое! А сейчас мы начинаем нашу концертную программу. Приглашается студентка второго курса Восточного института Дармаева Сабина с песней «Ганзоу Экта». «東方 Сабина» для нас подготовкаchief «Савина инициативу Дармаева с песнейом нитинским школу». «Ганзоу Экта» Братعyal для нас с песней, чем песней «Председатели». «Шлюд bак, ег point», «Ганзоу Экта», «Ганзоу Экта», «Ганзоу Экта». Звучит музыка. 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 Звучит музыка.